Когда мы в прошлый раз говорили с вами о светильниках, подставках, вот свечи мы видим, да, в старое время, во времена Ишуа, каждый светильник, он наполнялся маслом, у которого был фитиль. И вот, может быть, это символ этого масла. Если девиц, которые ожидали жениха, у них было масло Духа Святого. Сегодня мы понимаем четко, что это символ или же прообраз. Символизм очень важный. Например, на шаббат мы разжигаем свечи, вспоминаем о том, что есть свет в этом мире, да, что Бог заповедовал нам быть светом. Хотя самой заповеди нету. В Танахе мы не можем найти заповедь такую, как зажигать свечи в шаббат. Это традиция. Но очень хорошая традиция, друзья. Если вы, как христианин, смотрите на наши передачи, особенно если вы смотрите на еврейскую составную, что же евреи-то делают на шаббат, или что это за обрядность такая, я вам скажу, это символизм для нас. И Шо говорит, будьте светом в этом мире. Когда я зажигаю свечу на шаббат, и вернее моя жена это делает, в моем доме, мой дом наполняется светом. И я вспоминаю эти слова, быть светом в этом мире. Я хочу быть светом, но свеча, она сама по себе сейчас ничего не делает. Она стоит просто, иначе не зажглась. И вот зажечь ее нужно кем-то. Я верю, что Дух Святой является тем, кто зажигает нас. Огонь, который должен гореть у нас. И еще тот символ обозначает, что другие вокруг нас всегда будут нас зажигать. С какой стороны? Это вам решать. Иногда люди раздражают нас, и мы зажигаемся гневом, ненавистью. А иногда люди, которые позитивны, которые ободряют нас, которые наставляют нас, зажигают нас на добрые дела. Будьте светом в этом мире. И пускай Дух Святой всегда дополняет вашу жизнь, и чтобы вы горели всегда до Него.